Реакция всегда есть, а даже если и нет, то проходят годы и мы впоследствии узнаем, что человек стал вегетарианцем много лет назад после просмотра передачи. То есть в этом, наверное, и проблема стратегических проектов, то есть когда мы работаем в данный момент, не получая сразу же ответную реакцию. Но мы знаем, что мы работаем на будущее, поэтому отклик есть. Лучший ответ и результат – это то, что в России огромное количество веганов и вегетарианцев за последнее время, особенно это в геометрической прогрессии растет и количество, и качество. Я думаю, это, конечно, все-таки плоды работы. Я бы назвала несколько компаний, которые, как мне кажется, показали зрелость движения за права животных в мире. Так мне и хотелось бы надеяться. Ну, например, это запрет кориды, которую намеревались провести в Москве 10 лет назад в спорткомплексе Олимпийский. Мы полгода сражались за то, чтобы ее не было, и она была запрещена властями Москвы на стадии продажи билетов. То есть уже продавались билеты. И нам, к сожалению, пришлось спасать последних оставшихся в живых быков, которых привезли сюда. Вторая очень крупная эпопея – это замена опытов на животных в российских вузах. Нам удалось в 11 вузах полностью снять опыты. Или на ряде кафедр, или целиком есть вузы, которые полностью отказались от опытов и внедрили гуманную альтернативу. Ну, например, очень интересный проект – полет пяти российских звезд во льды Белого моря против существовавшей там зверобойки. То есть убийства детенышей гренландского тюленя. Мы добились, что этот промысел прекратил существование свое полностью. И кровавым промыслом его назвал даже Путин. Абсурдные кетаминовые суды – это была очень крупная эпопея, которой мы три года своей жизни отдали. Наверное, это сложно объяснить людям западным. Но у нас была создана силовая структура «Наркоконтроль» по борьбе с наркотиками. И почему-то вместо того, чтобы бороться с наркобаронами и пресекать наркотрафики, они запретили единственный самый ходовой наркоз в ветеринарии. Это был такой чудовищный удар по животным во всех сферах. И подопытные животные, которые и так терпят лишения, лишились наркоза. Но нам удалось защитить ветврачей, потому что их ожидал тюремный срок от 7 до 15 лет. 26 уголовных дел было заведено. Мы полностью их отстояли. В тюрьму не сел ни один. Вот такая была эпопея. Было еще одно наше достижение в этом году. Мы собрали подписи 22 таких серьезных звезд России против публичных жертвоприношений в дни Курбан-Байрам. И наш новый мэр Собянин категорически запретил делать это прилюдно. Потому что до этого были в шоке все москвичи. Потому что по 9 грузовиков животных свозились рядом с школами, с детскими домами. И прям прилюдно устроилась резня. И никто ничего не мог сделать. Это продолжалось годами. В этом году запрещено.